Хакеры обанкротили итальянскую криптобиржу. Польша не рада площадке BitBay, а Федеральная антимонопольная служба предлагает лицензированным форекс-брокерам заняться обучением своих клиентов. Эти темы обсудим сегодня. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok На выходных на сайте появилось объявление о том, что были обнаружены несанкционированные операции. Между тем, в компании не сообщили, когда именно произошел взлом кошелька. Несмотря на заявление криптобиржи о том, что другие активы не пострадали, операции по вводу и выводу средств пришлось приостановить. Стоит отметить, что из восьми видов токенов, которые торговались на криптобирже BitGrail, NANO являлся основным по объему торговли. Польская комиссия по финансовому надзору КНФ не обрадовалась появлению в стране криптообменника BitBay. Польский регулятор даже опубликовал предупреждение о том, что BitBay предлагает свои услуги, не имея соответствующей лицензии платежного сервиса или оператора цифровых валют. Более того, комиссия КНФ направила в региональную прокуратуру уведомления о подозрении в совершении преступления. А также регулятор занес BitBay в список компаний, действующих в Польше нелегально. Однако на данном этапе не стоит воспринимать буквально обращение в прокуратуру, как начало уголовного дела производства. Дело в том, что КНФ направляет все подобные случаи нелегальной деятельности на рассмотрение в прокуратуру. А та, в свою очередь, уже решает, есть ли факт нарушения законодательства или нет. Федеральная антимонопольная служба ФАС России подготовила предложение по внесению изменений в закон о рынке ценных бумаг, которые, в свою очередь, позволят лицензированным Форекс-дилерам самостоятельно осуществлять обучение клиентов. В ближайшее время эти предложения будут направлены на рассмотрение в Банк России. Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Александр Разин отметил, что сейчас самые квалифицированные участники рынка не имеют возможности самостоятельно проводить обучение клиентов, в связи с тем, что нормы закона не позволяют им совмещать деятельность Форекс-дилера с какой-либо иной, включая образовательную. А вот новые изменения сыграют положительную роль в защите прав граждан, являющихся инвесторами, поскольку после принятия указанных изменений ожидается дополнительный переток клиентов от недобросовестных участников к лицензированным Форекс-компаниям. ФАС считает, что одной из проблем в отечественном Форексе является привлечение так называемыми обучающими центрами клиентов для оказания услуг Форекс-дилеров компаниями, не имеющими соответствующей лицензии Банка России и зачастую зарегистрированными в офшорных юрисдикциях. И на этой ноте наш выпуск подходит к концу. Благодарим за сотрудничество, редакцию Форекс-магнет и прощаемся с вами до завтра.